В сегодняшнем видео я расскажу о том, как мы обрезаем когти коту Амиру. Вот он, главный наш сегодня подопытный котик. Когда обрезаем когти, самое главное не зацепить вену, которая находится внутри него. Если ее зацепить, то может начаться кровотечение, которое будет сложно остановить. Чтобы не зацепить вену, нужно растопырить пальчики, чтобы был виден коготь. И обрезать несколько миллиметров до вены, которая розового цвета. Если когти черные, то, конечно, будет хуже видно вену. Ого, отрастилка Аптюри какие. Обрезаем не больше трех миллиметров. Ну, Амир, ты даешь и не обрежешь твои когти. Специально дождались, пока у него поврастали коготки, чтобы показать, как мы их обрезаем. К этой процедуре надо приучать с детства. Тогда кот спокойно на нее реагирует и не нервничает. Можно обрезать обычными кусачками, которые предназначены для людей. А можно купить в зоомагазине специальные кусачки для животных. В принципе, у котов когти мягкие, то можно и маленькими пользоваться. Не надо зря переплачивать. На задних лапах делаем то же самое. Амир уже начинает дергаться. Процедура эта его явно утомила. Еще немножко. Когти обрезаются для того, чтобы кот не зацеплялся ими за мягкую мебель или ковры. Вот и все. КОНЕЦ КОНЕЦ